так ребята всем привет спасибо что пришли на нашу очередную встречу и сегодня наш потрясающий влад который очень часто появляется на наших встречах да расскажет нам о коварных дженериках их вариантность это не будет такая long встреча на которой мы будем ковать глубже и глубже во всех и внутренних внутренностях у нас больше все это будет практично то есть будет на примерах будет на задачках поэтому я думаю что будет интересно вот собственно говоря давайте не будем кладывать влад тебе слово всем привет как уже сказала веселина сегодня мы с вами обстудим вариантности в контексте дженериков но прошлая встреча у нас была про пазлеры поэтому эту встречу я тоже решил начать с нескольких пазлеров вот первый из них как вы думаете что здесь будет не стесняемся кто может говорить пишем чатике да то есть активно участвуем не боимся ошибиться вот чат тоже открыт давайте поразмышляем одну минутку ребятам дадим на подумать вот ваня уже написал ваня написал что это будет что выведет true у кого who else да у кого еще будет варианты ваня ты не хочешь рассказать как ты думал как ты мыслил как ты размышлял а ну я помню что инты до 256 они в каком-то пуле хранятся и они друг другу равны не знаю относится ли это к этому примеру или нет ну вот такой логике интересно интересно кого еще есть варианты если ни у кого нет вариантов то влад давай рассказывай истину только объясняет да только давайте сначала запустим а вот мы это запускаем и у нас получается ответ д то есть мы получили exception в рантайме называется рейстор exception давайте попробуем следующий пример мы же обязательно вернемся к нему да да конечно мы потом все вместе обсудим просто сейчас интересно посмотреть их несколько в одном контексте вот теперь вот такой вот у нас пример что будет здесь очень похожий код и такие же варианты ответа кто за какой вариант вот в прошлый раз мы поняли что ответ труб был неверный может быть он и здесь неверный может быть здесь будет фолс хорошая хорошая задача да кстати я не сказал но ворнинги и ошибки я везде отключил то есть даже если где-то здесь ошибки есть да даже если где-то здесь ошибки есть они будут не видны да ну долго время потратил на отключение хинтов нет там на самом деле все просто кстати оказалось это да так его давайте поразмышляем два списка аэре да у нас есть а рей они рей стрингов рей один теперь имена рей они теперь будет ссылаться на что да на рей 2 правильно типа стрингов уже да и потом мы берем рей они кладем какой-то элемент да и хоть и хотим вывести посмотреть будет ли он равен 42 я замечу что ровно то же самое было в предыдущем примере да 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 это абсолютно идентичный код да но первый был на чем на джай prosecutors а второй был на копт лине да но код абсолютно идентичный но код forged net что же будет здесь в джа всказала нам до свидания да компах яу тайминск к wide менедி апт finans к specialists да мы запустили точно точно да что будет здесь Изи-пизи, на самом деле, все очень просто Давай, Влад Кто-то написал Мне кажется, что true, потому что any вроде бы выше объекта в котлине Интересно В смысле, выше стринга в смысле? В смысле по иерархии, да? По иерархии, это же самые высокие И что-то, мне кажется, true будет Но это не точно Интересно Семен Задорожный написал, ошибка компиляции will not compile, ответ из C будет У нас два варианта, true и либо C Влад, что же у нас будет? Семен, если ты можешь объяснить, почему будет ошибка компиляции можешь, в принципе, попробовать У нас прекрасный ответ от Вани еще Да, это я еще помню Тут будет просто фишка, что иерархии, это не parent для иерархии стрингов И на седьмой строчке ошибка будет точно, что ожидался иерархии от Инни А типа на вход пришел иерархии стринга А почему тогда в предыдущем примере все сработало? Там массивы же были вроде А здесь иерархии, это не массивы? А, это котлин, господи Я тогда не знаю, но кажется, что это так Я Java не помню, почему там вообще ошибка Тут кажется, что именно по типам не сойдется Ну-ка давай, Влад, раскрывай карты Уже интересно Ну ладно, давай попробуем запустить О, так, я не знаю полностью ли видно ошибку Полностью видно ту ошибку, которую сказал Семен Да, но на самом деле у нас здесь ошибка компиляции Хотя, повторюсь, код абсолютно идентичный Как и в примере предыдущем Тем не менее, здесь так Давайте перейдем пока к следующему пазлеру В позапрошлом пазлере у нас были массивы на Java Здесь у нас списки на Java Давайте подумаем, что у нас будет здесь По суде, looks like на предыдущих экзаменах Ой, задачках, в смысле имеется в виду Все выглядит идентично практически Но Да, одно большое но Там array, здесь у нас списки Что же будет? А какая у нас ошибка была на предыдущей задаче? А, mistype exception, да? Там типа, что ожидалось Если там, как сказал Семен, там он был Да, там в compile-тайме упало Он просто не смог Положить стринги, вы не понимаете Не смог присвоить, да А тут у нас, по сути, тоже самое Так, предлагается ответ C, что он не скомпилируется Хороший вариант, кстати Вариант will not compile Он очень хорош для пазлеров Вот два варианта хороших есть Will not compile и nanovzayabub С хорошей долей вероятности Если вы будете выбирать такие варианты Вы не ошибетесь По теории вероятности, да Высок шанс выиграть Ну, по сути, да Тут мы мыслим о том, что позволит ли нам Листы сделать эту дичь, да Или нет Да, потому что Мы уже увидели, что array почему-то в Java это позволяют А теперь вопрос в том, позволяют ли листы Может быть, в листах что-нибудь поправили А может быть, нет Может быть, эта ошибка тянется И захватила листы Да, тем более мы знаем, что Java у нас любит Историю с обратной совместимостью Поэтому там довольно много осталось Не очень хорошего дизайна Только для того, чтобы старый код не сломался Вот, есть ли еще какие-то идеи, что у нас будет здесь Я думаю, можно будет толкнуться от Вани нового решения Ваня говорит C Ваня говорит C Все за C Не должно скомпилироваться Молчание, знак согласия Погнали Да, тем более, видите, тут уже у нас дженерики появились Дженерики у нас появились уже в пятой Java То есть стопудово там что-то починили к этому месту, да? Надеемся Так Ну, давайте проверим Да, у нас Да, то есть вот в этой строчке В этой строчке у нас получилась ошибка То есть получается что, смотри, ты сказал То есть он что сделал? Он все-таки Там Inja can be cast to string То есть он все-таки положил? Да, он запустился И в рантайме в 17-й строчке он упал Давайте посмотрим следующий пазлер Вот Очень похожий Тут я, правда, уже ничего не кладу Вот, что будет здесь? Ну, тут я думаю, вообще easy Изи, да, типа, потому что Потому что что, ребята? Потому что что? На что это похоже, да? У нас есть списки Один объект Другие стринги И мы хотим, чтобы лист объектов Сослался на Да, инварианты с вами говорит Типа, списки инварианты, да, я так понимаю И поэтому будет, что подчеркнет он, наверное В compile time, да? Может быть так, да А я сама не знаю А что же он в прошлый раз-то запустился? Может, он и в этот раз запустится? Нет, в прошлый раз там был сырой лист Сырые листы на обжигах крутятся под капотом Без дженериков, которые И там, видимо, какие-то хаки А тут определено Ну, дженерик сам по себе И компилятор уже запретит это дело О! Вот, да В прошлый раз у нас были сырые списки Которые небезопасны Поэтому они и сработали И вот то, что можно лист было объявить Без вот этого вот дженерика Это как раз-таки ровно легаси С додженериковской версии Java И ради обратной совместимости Эту историю оставили Но она очень небезопасная Поэтому так делать не нужно Но, тем не менее, видите, вот Запустилось И в какой-то момент мы упали А ты запускал? Здесь? Да Ну, здесь еще нет Я имел в виду Прошлый пример я запускал Да, этот еще нет Вот здесь вы за то, что Все-таки не скомпилируется, да? Ну, в какой-то момент же Должны были починить, правильно? Да, конечно, Java 5, да? У нас в журналике появились Да Да, как ты сказал, да Ты надеешься, что это си? Не даст он? Листу одному Сылаться на лист 2 Да, еще есть какие-нибудь варианты? Или все, или можем запускать уже? Запускай Ну, давай посмотрим Да, 13 строчки Да, у нас build Зафейлился То есть compile time Will not compile По сути, все правильный ответ В compile time нам сказали Что? Да, в compile time нам сказали, что В отличие от RAF И от сырых листов Параметризованные листы Мы так в Java использовать не можем И нас на этом этапе зарубили Да, и давай еще раз Самые первые задачи Смотри, ты пробежался Так достаточно поверхностно Еще раз расскажи нам уже Пожалуйста, да Во всяком случае Я прошу от себя По поводу, что В первой задачи Что у нас были списки И что там была ошибка То есть так нельзя было делать А в Java это возможно Да, давай Я сейчас покажу Мне кажется, сейчас у меня будет Последний пазлер Давай посмотрим его Давай И тогда я включу обратно Отображение ошибок И мы посмотрим уже Все остальные Супер Так, эти без фокуса Так, вот у нас последний Да, вот у нас последний пазлер То же самое на Kotlin Кто что думает? Все то же самое? Да, абсолютно Давайте, кто думает Что думает? Пишем в чат Как он отработает Так же, как Java? Или может быть Как-то иначе? Не, а почему он должен Иначе отработать? Они оба работают На JVM Я думаю, что поведение Должно быть идентичное Кто со мной согласен? А вдруг они Под капотом Ковариантные Я не знаю Представляешь его вообще Раз и пол И можешь сослаться Теперь на низ два Это было бы жестко В общем, Влад говорит Что это будет то же самое Compile time Ну, я предполагаю По логике Потому что Может быть, я не прав Может быть, меня кто-то поправит Сергей сказал Звучит логично Семен сказал Все ковариантно Саксесс, короче Вот Семен не согласен С тем, что поведение Будет такое же Семен Почему? Нет ответа Это очень коварный вопрос Очень коварный Расскажи, пожалуйста Очень коварный вопрос Можем посмотреть, что получится Смотрим? Или еще есть какие-то варианты? Давай, смотрим Смотрим И тут у нас действительно Саксесс То есть, что они под капотом Листы ковариантно Под капотом Получается? Листы Ну, давай Давай я сразу Проспойлерю Листы Листы действительно Под капотом Ковариантны Вот, видите Я не знаю Видна всплыва Да Лист Аут Е Они ковариантны Там есть слово Аут И их сделали Ковариантными Как раз таки Потому что Они в себе Ничего принимать Не могут То есть, если бы Это был mutable Лист здесь То они были бы Инвариантными И слово Аут Там бы не было А тут Получается Ну, если вы помните Какие до этого У нас были ошибки Ошибки были в том Что мы, скажем Объявляем Какой-нибудь параметр Параметризованный С объектом Вернее Какую-нибудь переменную С дженериком Параметризованным объектом В том, другую переменную Где параметризовано Уже стрингом Вторую кладем В первую Но они оба ссылаются Как бы на одно место В памяти В итоге В первой Мы можем добавлять Обжекты по контракту Поэтому мы туда Можем положить Обжект А потом Из какого-нибудь Контейнера Стрингов Мы пытаемся Достать какой-то элемент Автоматически Он пытается Скаститься к стрингу Ну, потому что Там дженерик параметр Был стринг Но на самом деле Это не стринг Был, а обжект И поэтому Это небезопасно И в этой ситуации Мы бы упали Вот В случае с Котлиновскими листами Такая ситуация В принципе Невозможна Потому что Ничего в Котлиновский лист Положить нельзя После того Как мы его создали Там на этапе Конструкторов В листов Ты кладешь Те элементы Которые в нем Есть И после этого Ты в него Ничего положить Не можешь Поэтому такая ситуация В принципе Безопасна И Лист Логично было бы Сделать Как раз таки Ковариантным Я думаю Мы чуть позже Чуть подробнее Это обсудим Да Расскажешь потом Подробнее Про Инвариант Ковариант Это все Спасибо Да Давайте пока Вернемся К первому примеру Так Вот Это у нас Первый пример То есть Почему Здесь Все работает Потому что Я предполагаю Что это была Дизайнерская Недоработка В Java Поэтому Здесь все Не очень защищено И В компайл тайме Никто не ругается Но мы легко Можем упасть В рантайм Если положили Туда что-то Не то То есть Массивы В Java Ковариантны Но Они небезопасны Ковариантны И ни к чему Хорошему Это не приводит Похоже На баг Да Ну С Java Проблема в том Что она Очень сильно Упирается Опирается На обратную Совместимость Поэтому Да Какие-то штуки Которые были Не очень хорошо Задизайнены Они в итоге Потом так и Не правятся Так Здесь у нас Был аналогичный Пример с Kotlin Но В Kotlin Уже На уровне Публичного Интерфейса Позаботились о том Что Kotlin Вскки Array У нас Инвариантны А Инвариантность Это значит Что Наверное Чуть позже Объясню Что это значит Там у меня Слайд про это Есть Вот Ну В общем Это В данном Примере Это по сути Значит Что если у нас Что ни в Array 1 Нельзя присвоить Array 2 Ни в Array 2 Нельзя было бы Присвоить Array 1 Потому что Ни один из этих Типов Не является Ни подтипом Ни надтипом Друг друга Вот То есть Kotlin А Я хотел Я хотел Включить Ковер схем Чтобы мы видели Чтобы мы видели Где у нас подчеркиваются Ошибки И Если В этом Примере Да А Что-то конфликтует Друг с другом Не могу так Сделать Ну ладно В общем Да Тут еще есть Отдельный прикол Идеи Что Студии Андроид студии Что почему-то Вот когда я отключаю Когда я отключаю Инспекции В Java файлах Это работает В Kotlin файлах Это не работает Приходится еще и отключать Приходится еще и отключать На уровне Именно Color схемы Вот Поэтому видите Вот здесь вот Off Но так как Color схему Я поменял обратно Нормальную То тут все равно Ошибки видны И они подчеркиваются Ну в общем Здесь их в любом случае Не было Возможно Тут был ворнинг Я предполагаю Что тут мог быть ворнинг Мне просто сейчас В презентейшн режиме Не очень удобно Включить Да Не заморачивайся Эту штуку Да я предполагаю Что здесь был ворнинг Но ворнинг Он как бы Не ломает Ничего на компиляции Поэтому толку от него Не очень много Вот А здесь у нас Вполне конкретная ошибка И RA2 в RA1 присвоить нельзя Потому что Эти типы Друг другу не родственны Да Кстати Надо еще сказать Что Классы и типы Это разные понятия И класс Это просто Одна из реализаций Понятия тип А типы На самом деле Более широкие То есть Например Стринг без вопросика Является подтипом Стринга с вопросиком Но класс у них один Так и здесь Класс у них один Array Но Array At any Не является Ни подтипом Ни надтипом Для Array At string И наоборот Круто А вот Да Так Здесь у нас тоже Скорее всего Какой-нибудь ворнинг Был бы Я подозреваю Потому что Ну Я верю Что Java Должна написать Что row-типы Использовать не надо Это у нас снова Пример на джайве Который Который у нас По-моему Не собрался Да Да Compile-time Упали Да Да Мы здесь Упали Да Так Здесь у нас Все хорошо Поэтому Тут у нас Ничего не подчеркивается Давайте сделаем Давайте сделаем Небольшой sum-up То, что мы Только что Проговорили То есть у нас есть На самом деле У нас, по-моему Есть четыре варианта Вариантности Просто в код-линии В джайве Их три Четвертый Это, по-моему Би-вариантность Тут ее нет Три варианта Которые у нас есть Это Ин-вариант Ко-вариант И контр-вариант Ин-вариант Значит, что Коллекшн-стринг Можно присвоить Лист-стринг Давай посмотрим Я предполагаю, что Да, ну давай посмотрим Очень интересно У нас потом будет Плейграунд Где мы будем Вообще смотреть В принципе Как и где Котли нас ограничивает А где не ограничивает То есть много чего Интересного Можно будет Посмотреть Вот, да Первый, самый простой Вариант Это ин-вариант Он значит, что Независимо от того В каких отношениях Друг к другу Типа А и Б То есть А может быть Над типом для Б Или Б может быть Над типом для А Или они вообще Могут быть Ни в одной Типовой иерархии От этого ничего не зависит Потому что В дженериках Они Не являются Ни над типом Ни под типом Друг для друга Ко-вариант Значит, что Если А является Под типом Б Вот эта вот Нотация Она означает Что Левая часть Является под типом Правой То При использовании В дженерике Контейнер А Тоже является Под типом Контейнера Аут Б В Kotlin Здесь используется Слово Аут Это значит, что Контейнер у нас Ко-вариантен По типовому Параметру Б То есть Вариантность Еще Определяется Именно по Каким-то Конкретным Параметрам То есть В теории У нас могло быть Скажем Аут Б И дальше Какой-нибудь Там Ин С И это значит Что контейнер Ко-вариантен По параметру Б И контр-вариантен По параметру С Еще важная Ремарка Которую я Не сказал Это то, что Вариантность Это не только Про дженерики На самом деле Это более широкое Понятие Просто сегодня Мы ее обсуждаем В контексте Дженериков Потому что Ну так нагляднее И это практически Нам более полезно Потому что На собеседовании Скорее спросят Про Вариант В дженериках Чем про то Там какая Вариантность Скажем У параметров В функции Или у возвращаемого Типа функции Там тоже Эта терминология Употребляется Но про это Вряд ли спросят А вот про дженерики Про in и out Про то, где что использовать Вот это вот Спросят наверняка Вот И значит Мы можем сделать так Что контейнер А будет являться Под типом Контейнера Б Но за это Мы платим тем Что мы туда Не можем передать Что в В этом классе У нас не может быть Ситуации Когда мы На вход Передаем На вход Передаем В качестве параметра Вот этот вот Ковариантный Дженерик Потому что На предыдущих Примерах Мы видели Что Все может сломаться Вот И третий кейс Это Контравариантность Он как раз Обратен Ковариантности Он значит Что Если у нас А является Под типом Б То наоборот Контейнер Б Является Под типом Контейнера А И платим Мы за это тем Что у нас Не может быть Возвращаемых Методов Вернее У нас не может быть Методов Где Возвращаемые Параметры Являются Вот этими Вот Контравариантными Дженериками Давайте Попробуем Давайте попробуем Посмотреть на практике Как это работает Вот Давайте мы Создадим Какой-нибудь Контейнер Допустим Мы хотим Сделать свой Список И посмотрим Да Мы это делаем В качестве Демонстрации Естественно В реальной жизни Свои списки Делать не надо Нам и так Хватает Того Что есть Стандартные Библиотеки А здесь Мы это делаем Чисто для того Чтобы посмотреть Как Вообще Котли Нас ограничивает В том или ином Кейсе Давайте Мы сразу Его сделаем С ключевым Словом Аут То есть Наш контейнер Ковариантен По типу Т Почему Сразу Словом Аут Потому что Без аута Было бы не очень Интересно Котлин бы нам Все дал Потом Правда Не дал бы Присвоить В какой-нибудь Контейнер От Не знаю От Энни Например Нам интересно Что если Мы хотим Попробовать Сломать Систему Давайте Попробуем Сломать Систему Давайте Предположим Что у нас Есть метод Что у нас Есть метод Get По Индексу Которого Возвращаем И тип Т И возвращаем Мы Просто по сути Делегируем Листу Да Тут можно Исправить Не очень важно Можем Исправить На Индексис Так Точка Не нужна Вот А еще Мы хотим Сделать Чтобы туда Можно было Не только Брать Но и Класть Давайте Попробуем Сделать Метод Add Который У нас Тоже Принимает Индекс А еще Принимает А еще Принимает Элемент Так И у нас Показывается Ошибка Почему у нас Показывается Ошибка Ошибка у нас Показывается Потому что Мы В С Ковариантными Параметрами Мы Так Делать Не Можем Мы Не Можем Чтобы Они Принимались На Вход Потому что Как мы В предыдущих Примерах Видели Это Не Очень Безопасно Потому что Мы Этот Контейнер Допустим У нас Был бы Контейнер От Не Знаю Например Намбера И Мы Бо Его Смогли Присвоить В Контейнер Параметризированный Типом Any И После Этого Мы Могли Бы По сути В Контейнер Который Параметризирован Как Number Мы Могли Бы Добавить Какой Нибудь Его Nat Тип И Потом Бо Получили Квас Cast Exception Поэтому Так Делать Нельзя Вот То есть Этого Метода У нас Не Будет Теперь Давайте Предположим Что У нас Наш Контейнер Не Ковариантный А Контровариантный Давайте Заменим Out На In И Теперь Он Нам Подчеркивает Ровно Наоборот Теперь Он Нам Подчеркивает Вот Эту Функцию Потому Что Так Вот Делать Нельзя Это У нас Тоже Небезопасно Чуть Позже Я думаю Мы Увидим Почему А Сейчас Я еще Скажу Что То Когда Мы Здесь Пишем Out In Это Называется Declaration Site Variance Это Значит Что Мы Определяем Вариантность На Уровне Объявления Класса А Есть Второй Кейс Который Называется Use Site Variance Давайте Предположим Что У нас Контейнер Инвариантный Сам По Себе Но Допустим В каком-то Кейсе Мы Хотим Использовать Как По Вариантам То есть Мы можем Просто Объявить Мы можем Объявить Этот контейнер Но Со Словом Out Правда Думаю На каких Примерах Это Лучше Делать Давайте Наверное Не На Намберах Я Создал Несколько Классов У нас Есть Класс Программер Есть Класс Agile Тем Мембер Есть Класс Мпои Можем Использовать Их Так И Здесь У нас Получается Что мы Да То что мы Сейчас сделали Называется Проекция Потому Что Сам По себе Контейнер У нас Все так же Остался Инвариантным Но В конкретном Месте Использования Где Мы Его Объявили Или Где Мы Его Принимаем То есть Это Не Только Можно Делать При Объявлении Это Можно Было Сделать Скажем И Функции Давайте Сделаем Какую-нибудь Функцию Covariant Projection Туда Мы Будем Будем Принимать Covariant Container Так До этого Был Создан Covariant Container Но Я хочу Использовать Наш Текущий Контейнер Вот То есть Тут Тоже Так Можно Было Сделать На самом деле Давайте Возьмем Нашего Программера Вот И В Скоупе Этой Функции Мы Наш Контейнер Который На самом Деле При Объявлении Был Инвариант Тоже Можем Использовать Как Ковариант То есть Что Здесь Что Здесь Какое Из Этого Следствие Из Этого Первое Следствие Что Мы Его Сможем Передавать В тот Контекст Где Требуется Один Из Его Один Из Его Предков Давайте Не Программер Давайте Agility Member Потому Что Он Посередин Иерархии С Ним Как То Проще Работать Первое Следствие Из Этого Это То Что Мы Давай Еще Предположим Что У Нас Давай Еще Контейнер Сделаем Более Родительский Контейнер Давайте Пока Просто Сделаем Контейнер С Employee Например Нейминг Конечно Не Очень Давайте Сделаем Нормальный Нейминг Это У нас Будет Давайте Назовем Agile Контейнер Пусть Будет Вот Еще Мы Сделаем Варами Потому Что Так Просто Удобнее И Нагляднее Если Мы Хотим Друг Друг Присваивать Давайте Попробуем Присвоить Сюда Agile Контейнер И У нас Ничего Не Получается Потому Что Потому Что Аут Позиция Должна Была Быть У Нас Вот Тут То есть В этот Контейнер Мы Можем Присваивать Контейнеры С Дженерик Параметрами Которые Являлись Дочерними К Вот Этому То есть Agile Team Member Он Является Подтипом Для Эмплои И Теперь У нас Тут Кстати Аут Пока Что Можно Убрать Чтобы Не Смущало Лишний Раз Вот И Теперь У Нас Контейнер Аут Эмплои Является Надтипом Для Контейнера JLT Member Мы можем его передать В Covariant Projection Да И у нас Никакой Ошибки Не будет И мы Можем Да И вот так Вот тоже Не будет И мы Можем Ее Присвоить Agile Контейнер Мы можем Также Присвоить Вот сюда Но Чем Мы за Это Платим Платим Мы за Это Тем Что Мы Больше Не Можем В Эмплей Контейнер Класть Собственно Никого Не Можем То есть Если мы Сделаем Add То Судя По Сигнатуре Мы Видим Что У нас Элемент Становится Типом Nothing А Тип Nothing Мы Никак Не Можем Создать В Kotlin Nothing Это Bottom Type Для Всех Типов Вообще Его Нельзя Создать Поэтому Несмотря На То Что В Интерфейсе У нас Наш Add Никуда Не Делся То Мы Больше Сюда Ничего Положить Не Можем И Никак Не Можем Ничего Сломать Так Я не Показал Кстати Одну Важную Вещь Я Не Показал Что У нас же Контейнер Все равно Может 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 С Аут И В Нельзя Ничего Класть Но Как Мы Помним У Листа Который Тоже Аут Т У Котлиновского Листа Есть Как Минимум Один Метод Который Принимает Внутрь Параметризированный Тип Это Contains Давай Предположим Что Мы Тоже Хотим Сделать Contains Может Быть Он Нам Даст Его Сделать Может Быть Нет Давайте Проверим Так Должен Буллин Возвращать Так Лист Контейнс Элемент Но Он Нам Все Равно Подчеркивает Ну Да Кстати Тут Немножко Меня Заспойлерило Android Студио Нужно 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 Сделать Вот Так И Собственно Говоря В листе Оно Именно Так И Работает Что Да К сожалению Не Получилось Сделать Совсем Уж Красиво Declaration Site Variance Чтобы Прям Вообще Было Все Идеально Но При этом Есть Такой Вот Хак То есть По сути Мы Говорим Компилятору Что Чувак Не Обращай Внимания Тут Все Хорошо Я Знаю Что Делаю И В Рантайме Естественно Тоже Ничего Не Ломается Потому Что Потому Что Мы Ничего Не Кладем Мы Ничего Не Кладем В Нашу Коллекцию Мы Просто Смотрим Есть Там Такой Элемент Или Нет Вот Давайте Вернем Давайте Теперь Попробуем Сделать Контр Вариант Проекцию Кстати Тоже Интересный Момент Что Вот Так Вот Сделать Нельзя Мы В принципе Могли Объявить Мы Могли Объявить Вот Так Но Сделать Проекцию Здесь Мы Не Можем Мы Можем Сделать Только Именно На Этапе Декларации Вот И Что У Нас Получается Тут Правда Не Очень Хороший Пример Потому Что Конкретно Здесь Не Очень Понятно Зачем Это Нужно Потом Мы Посмотрим Пример Где Действительно Контр Вариантность Имеет Место Быть Но Давайте Посмотрим Именно С точки Зрения Kotlin Интерфейса Что Мы Сделать Не Можем Так Я Хотел Я Хотел Вернуть То есть В данной Ситуации У нас С Все Хорошо Мы Действительно Туда На вход У нас Элемент Уже Не Нас А Программер Как мы Ожидаем И Ничего Не Сломается Если Мы Сюда Добавим Кого Нибудь Программера Да Тут Нужно Это Вот Никакой Ошибки Нет Но При Этом Мы Но При Этом Мы Не Можем Доставать Параметризованные Типы То есть Все Что У нас Возвращает По Нашему В данной Проекции Контравариантному Параметру Оно Все Баундится К верхней Возможной Границе В данном Случае Да Как в Suggest Было Видно В данном Случае У нас Эни С вопросиком Но Если Б у нас Здесь Скажем Был Какой Нибудь Баунд То есть Допустим Допустим Эмплайи С чем Мы Сейчас Работаем Вот То В таком Случа Кстати Да Тоже Что Интересно Эни С вопросиком Я правда Думал Что Так А если Мы попробуем Присвоить Куда-нибудь Да Нет Все-таки Все равно И не с вопросиком Все-таки Да Почему-то Почему-то Не хочет Ориентироваться На верхнюю границу Ну Ладно Да Потому что Ставь Не ставь Верхнюю границу Все равно Будет Эни И В конце Не наложил Да Получилось Так Хотя Все-таки Кажется Что ему Было бы Логично Смотреть На границу При Декларейшн Сайте Ну Потому что Как бы Это Вполне Вполне Себе Логичные Баунды Но нет Но тем не менее Да Здесь Он что-то Не захотел Может быть Ему так Проще Может быть Так Кажется Сейфови Вот А если С кастем То он Что будет Ну типа Эз Что-нибудь Не Ну С кастить Всегда Можно Все что угодно В какой-то Ситуации Упадет В рантайме В какой-то Нет То есть Если там Действительно Окажется Программер То он Не упадет Здесь В рантайме Если там Окажется Какой-нибудь Не знаю Там Другой Наследник Эмплои То упадет Вот Да Кастинг Это вообще Такая штука Которая Мне кажется Не особо Если честно Проверяется Видимо Видимо Компилятор Считает И линт Что Если ты Делаешь С Без вопроса То Ты сам знаешь Что делаешь Так же Как Когда ты Делаешь Чем Вот Такое Вот Это Кстати Интересный Момент Что Действительно Тут Эннис Вопросиком Сделал Я Я Рассчитывал На то Что Кажется Логичным Что Надо Все-таки К Аппербаунду Приводить А не К Самому Возможному Аппербаунду В мире Но Тем не менее Да Что Есть То Есть Кстати Про Type Inference Тоже Интересный Момент Есть Что Например Если Мы Сделаем Сделаем Какой-нибудь tene Контейнер Так Да У нас Все еще Инвариантный Лист Да Тут У нас Будет Контейнер Out Any А дальше Мы Объявим Какой-нибудь Ну Какой-нибудь Agile Контейнер Могли бы Объявить Давай Для Наглядности Сюда Напишем Agile Контейнер 2 Пусть У нас Будет Вот И теперь Мы Тут Я сделаю Var Тут Будет Var И теперь Мы В первой Прислоим Второй А сделать Мы Это Можем Потому Что У нас Out Стоит Out Стоит И Any По иерархии Выше Чем Agile Team Member Поэтому Эта Штука Является Над Типом Для Вот Этой Штуки Мы Можем Вторую Прислоить В первую Да И при этом У нас Any Контейнер Все Такого Же Типа Контейнера Out Any Но Если Мы Сделаем Скажем Val First Равно Any Контейнер Который Напоминаю Что Да Тип У него Out Any Здесь Точка First Давай Вот так Вот Сделаем А Это Не Оператор Fun Окей То First Уже С First Уже Type Inference Работает Вот То есть Он Отображается Как Agile Team Member И Использовать Мы Его Можем Тоже Как Agile Team Member У него Нет Что Никаких Этих Так Казалось Что Мне казалось Что Я у него Делал Какие-то Поля А Кстати Забавно Забавно Что здесь Он показывает Agile Team Member А потом Когда ты его Пытаешься Заиспользовать Он уже Показывает Что Это Any Закасить Закасить Всегда Нет Не закасить А First Tip Явно Назнач Давай Попробуем Так Кстати Да Это Хороший Кейс Давай Давай Посмотрим Что Будет Внимательно Говорит Иван Ты допустил Сушевку Двойку Забыл Когда Присоялся 22 Строка Any Container Agile Container 2 Да Спасибо Большое Спасибо Большое Но В любом Случа Они Одного Типа Были Да Спасибо Так Опять Да Давай Попробуем Временно Убрать Все еще Показывает Agile Team Member Так А тут Мы его Явно Да А вот Так Уже Работает А вот Так Нет А давай Попробуем Вообще Что-нибудь Другое Написать Программер Вот А программер Уже Нельзя Программер Уже Нельзя А Employee Да А Employee Да Все еще Можно Потому что Потому что Agility Member Любой Agility Member Является Employee То есть Он является Подтипом Поэтому Мы можем Agility Member Положить В employee А в Программер Не можем Да В программер Он показывает Ошибку Так Мы сделать Тоже Можем То есть Да Он все-таки Понимает Здесь Он получается Все-таки Понимает Тут Видимо Понимает Понимает Какой тип Будет По-настоящему Единственный Вопрос К тому Почему Так Он Не делает Здесь У него First Отображается Как Agility Member А Здесь А Нет Так Тут Он все еще Показывается Как Agility Member Хотя До Этого Было Как Any Но Тем Не Менее Да Мы Ничего Не Видим Здесь Связанного С Agility Member Поэтому Очевидно Что Он Его Все-таки Воспринял Как Any Ну Ладно Это Наверное Какие-то Приколы Тулинга Все-таки Да Надо Конечно Явно Тип Объявлять Я думал Что Я думал Что И так Прокатит Что Раз Он Мне Здесь Показывает Что Это Agility Member То Я Могу Легко И Дальше Как Agility Member Но Нет Smartcast У нас Здесь Только На Словах Получается Вот Я думаю Ребятам Достаточно Тяжело Восприниматься Ты Закопался Давай Это Да Давай Погоним К Контр Вариантности К Какому-нибудь Хорошему Примеру Где Действительно Это Оправдано Да Самое Важное Понятие Для чего Нам нужно Знать Что Инвариантность Понятно Два Списка Разных Типов Даже Если Списки Стриг Типа Например String Any Array Any Array String List Any List String Мы Не Можем Одну Перемену Ссылаться На Array Или List Any Мы Не Можем Положить Туда List String То есть Понятно Инвариантность Ограничивает Нам Возможность Присвоения Одного Типа Списка Какого-то К Другой То есть Мы Не Можем Так Сделать Это Понятно А Ковариантность Тоже Понятно Для чего Нам Нужно Чтобы Переменная Могла Ссылаться На Например Какой-то Список Перемена У нас List Any И Теперь Она Может Потому что String Это Subtype Any То есть Все Бонятно Тоже Логично Это Достаточно Широко Используемая Штука А вот Контр Вариант Зачем Нам Нужна Возможность Чтобы Перемена Например List String Могла Ссылаться На List Any Зачем Нам Это Очень Хороший Вопрос Да Отличный Вопрос И Мне кажется Есть Показательный Пример Где Действительно Это Имеет Место Быть Давайте Попробуем Посравнивать Наших Эмплое Создадим Какие-нибудь Компараторы Я пока Создам Три Компаратора Там Дальше Посмотрим Какие Из них Нам Понадобятся Так Тут У нас Что Тут Т1 Т2 Обычно Т1 Т1 Т2 Т1 Давай Допустим По Тут я думаю Не очень важно Давай Допустим По Грейду Да Очень Проще Да Проту Так Пробуем Перенести Вот Допустим У нас Есть Компаратор Для Параметризованный Программистом Еще У нас Есть Компаратор Для Agile Темембера Давай По темному Здесь Чисто Для Разнообразия Это В принципе Тут Не очень Важно Про Чтобы Было Так И Какой-нибудь Третий Компаратор Для Эмплои Для Любого Сотрудника В принципе Я думаю Тут Можно Что-нибудь Скопировать Давай тоже По Грейду Я думаю Что Это Нам Не очень Важно И Теперь Допустим Мы Хотим У нас Есть Допустим Список Программеров И Мы Хотим Его Отсортировать Отсортировать С Каким-нибудь Компаратором И Очевидно Мы Можем Использовать Компаратор Для Самого Программера Программера Программер Также Является И Agile Team Мембером То есть По сути Мы Их Можем Сравнивать И через И через Вот этот Компаратор И тут У нас Тоже Все Хорошо И Для Самого И самым Общим Компаратором Как сотрудника Мы тоже Его можем Сравнивать Почему У нас Так Получается А мы Это Можем Делать Потому Что Здесь Как раз Таки У нас Есть Декларейшн Сайт Варианс Наоборот Use Сайт Варианс У нас Здесь Есть Где У Тео Компаратора Идет В Ин Проекции В Контравариантной Проекции Поэтому У нас Опять же Эмплои Является Над Типом Над Программером Но Так как Здесь У нас Контравариантная Проекция То Компаратор От Программера В свою очередь В обратную Сторону Это идет Просто Мемонически Надо запомнить Компаратор От Программера Является Над Типом Над Компаратором От Эмплои Поэтому Здесь У нас Принимается Компаратор От Программера И Так как Здесь У нас Принимается Компаратор От Программера Мы Сюда Можем Мы Сюда Можем Передавать И все его подтипы, то есть и вот этот, и вот этот. И это будет работать, и это будет безопасно. А вот если бы мы могли, если бы у нас у программера был какой-нибудь child, и мы бы его компаратор сюда смогли передать, то вот это уже было бы опасно, потому что child более расширенный был бы, чем наш программер, и мы бы просто не смогли их сравнить, потому что там были бы, ну как минимум какие-нибудь property там были бы, о которых программер ничего не знает. А вот в этих двух классах, вот в этих, вот в этом и вот в этом, ничего нового относительно программера нет, поэтому это работает, работает безопасно. Вот, единственный интересный момент, который для меня был, это то, что интерфейс comparable в Kotlin на уровне declaration-side-variance со словом in, но так же, как list out, а comparable in, вот, а компаратор, а компаратор нет. То есть компаратор сам по себе invariantен, но он еще и мапится в джавовый компаратор, но это, правда, и к листу то же самое относится. Вот, но in здесь объявлено именно в use-side позиции. Если бы вот этого слова in не было, мы бы employee-компаратор сюда не смогли передать, хотя, по сути, по сути, можно так делать, по сути, ничего страшного не произойдет. То есть, если подытожить, получается, мы используем контр-вариантность в компараторах, да, которые сравнивают объекты, и именно эта контр-вариантность нас как бы оберегает от саб-тайпов, например, программера, потому что в саб-тайпах, да, могут появиться какие-то новые поля, о которых компаратор не знает, да? Ну, в том числе, да. В том числе. По сути, используемая штука, то есть контр-вариантность у нас нужна в компараторах, да. Ну, мне кажется, возможно, это... Да, я думаю, что это не единственный пример, просто это такой вот самый, наверное, яркий и самый очевидный и самый легкий. Ну, компараторы, да, и comparable. Comparable, если ты реализуешь comparable, у тебя comparable уже на уровне declaration, да, на уровне declaration site variants, comparable у тебя уже в in-позиции. Компаратор, правда, нет, но вот на use-сайте его можно сделать in, и все будет работать. Да, и еще интересная штука, про которую я не сказал, это то, что вот в Kotlin у нас есть declaration site variants и use-site variants, а в Java такого нет. А в Java есть только use-site variants. Такое не только в месте объявления переменной, условно. Да, да. Ну, либо объявление переменной, либо, там, не знаю, передача в метод. То есть просто вот любое место, где принимается такой-то тип. То есть, да, это как declaration переменной сюда подходит, так и какой-нибудь там параметр в методе сюда тоже подходит. Вот. Вот это вот страшные wildcard, где вопросик extends, что-то там, вопросик супер. это, ну, практически аналоги, практически аналоги нашего in-out. Да, еще есть такая, да, еще если говорить про проекции, есть еще такая штука, как star projection в Kotlin. И она, кстати, похожа на вот те самые row-типов в Java, которые мы видели в одном из пазлеров, но star projection безопасен. То есть давайте мы попробуем, возьмем вот этот же метод, давай переименуем его в star. Где-то вызывался? Да, у нас где-то вызывался. Давай потом в другом месте его вызовем. Вот. И здесь у нас контейнер, только не out employee будет, а такая вот звездочка. Это называется star projection. И мы его используем в тех ситуациях, когда нам, в принципе, не важно, что там внутри. Мы не знаем, что там внутри, нам не очень важно, что там внутри. То есть мы не хотим нормально не доставать из этого контейнера что-то параметризованное, именно параметризованное. Не класть туда тоже что-то параметризованное. Давайте посмотрим с точки зрения интерфейса, как у нас это получается. То есть get возвращает any с вопросиком, а это принимает nothing. То есть в это мы вообще ничего не сделаем, в get мы получим самый-самый супертип вообще всех типов. Давайте еще попробуем все-таки на всякий случай какой-нибудь bound здесь придумать. Может быть, хотя бы здесь у нас получится. Но я думаю, что нет. Давайте проверим. А, вот, кстати, а здесь, кажется, получается. Вот здесь это работает. То есть я вот поставил верхний bound. И теперь у нас, давай, get0, допустим, сделаем. Да, и а у нас получается как раз-таки, да, типа Agile Team Member. Так, а если мы… А, ну, в принципе, да. В принципе, здесь она, да, она здесь была бы действительно равносильна нашему какому-нибудь out. Out Agile Team Member. Она здесь была бы равносильна. Ну, то, что out-any здесь уже делать, мне кажется, бессмысленно. Да, и вот он, кстати, если сделать out-any, он здесь подчеркнет, что, типа, чувак, это не работает. Давай какой-нибудь другой тип, то есть out, не знаю, out-программер, наверное, бы сработало. И он его и инлайнит хорошо. И инлайнит, а инферит. Вот. Да, а класть мы сюда ничего не можем. И где эта звездочка в реальной жизни применяется у нас в стандартной библиотеке, это, например, функции filter as instance. Давайте теперь, тут программер у нас, да, в принципе, тут не очень, наверное, важно, что. Давайте попробуем сделать фильтр из instance. Вот, и фильтр из instance у нас объявлен как раз-таки на iterable от звездочки. И вот этот вот класс со звездочкой, давай программер, допустим. Да, когда у нас star projection со звездочкой, он является вообще на самом деле супертипом для всего. То есть мы можем объявить что-то как контейнер со звездочкой и положить сюда и вот там, и вот этот контейнер можем сюда положить, и вот этот контейнер. И все будет корректно работать. Но платим мы, естественно, за это тем, что, во-первых, мы не получаем нормальный параметризованный тип в методах, которые возвращают нам нашу t. Мы получаем не конкретный t, который у нас ожидается, а максимальный верхний баунд для этого t. В данном случае это agility member. Если бы тут ничего не было, то мы бы получали any с вопросиком, потому что это максимально возможный тип, вот any с вопросиком. Мы здесь делаем просто any, то мы будем получать any без вопросика. Вот. И мы ничего не можем в него класть. Но фильтр из instance зато делать можем. Вот здесь подчеркивает, давай, как будто здесь был agility member. Вот. Тогда он не будет подчеркивать, все у него будет хорошо. То есть он просто берет, берет его, ни к чему не кастит, просто берет и проверяет на instance и формирует какую-то свою коллекцию. Так, ну вроде более-менее все, может быть, есть какие-то вопросы. Да, ребят, если есть вопросы, пишите в чатике или задавайте. В целом тема достаточно и простая, и сложная. Если понять, что такое ин-вариант, сковариант, контр-вариант, все достаточно просто. Это просто взять на простом уровне, что одна переменная не может ссылаться на другую. Или может, если один является сабтайпом другой и так далее. В этом вроде все понятно. И вроде даже понятно, зачем вайфт-карта нужна. Кто с ней работает. И в целом все вроде просто. Но когда начинаешь вот такими примерами, конечно, разбираться, в каких-то моментах можно поплыть знатно. Конечно, желательно всем и каждому, и мне в том числе, тоже рефрешнуть знания по дженерикам, посчитать, возможно, в официальной документации Коттеновской по поводу in-out дополнительно. Но в целом вот самое то, что интересно предоставить его, это то, что интересно было применение контр-вариантности, а она как раз, вот интересно ее использование в компараторах. Я, честно, не знаю. Я обычно считаю документацию, а всегда мимо обычно такая. Окей, окей, понятно, что это такое. Сейчас, конечно, стало это более понятно, для чего это, с чем это едят. Но, опять скажу, тема сложная. Возможно, кому-то было сложно это усваивать, в этом разобраться. Поэтому советую реально почитать документацию или Kotlin in Action. Там, кстати, вроде как, я помню, неплохо разбирается эта тема. Так что, ребят, если есть вопросы, давайте. Если нет, то все равно всем спасибо, что пришли. Спасибо за терпение. Да, давай я только перейду на следующий слайд, потому что там как раз-таки у меня… Нет, тут у меня был про Playground с Java, но он нам не понадобился. Kotlin все-таки, наверное, поинтереснее. Вот здесь, я не знаю, до конца видно или нет. Тут я оставил ссылки, которые мне кажутся полезными. Одна из них на документацию по Kotlin. Ну, кстати, по Java тоже почитайте. Тут тоже есть… Было бы здорово, если ты продублировал в чат. Да, я продублирую. Чуть позже я в чате как-то все скину. Да, в Java тоже есть вот эти вот вопросик Extents, который продюсер Extents, Consumer Super. Вот тоже про это можно почитать. Тут я еще не дописал, но, наверное, надо было бы. Это Effective Java, отличная книжка. Effective Kotlin, тоже отличный мануал. Наверное, в целом здесь все. Я хочу еще сказать про пару вещей, про которые я не рассказал. Это про интероп с Java. Ну, в целом там все просто. То есть там обычно все нормально интеропится. То есть там, где у нас out, в Java, скорее всего, будет вопросик Extents. Там, где in, будет вопросик Super. Не всегда, поэтому… Еще такие две аннотации. Одна из них – это jvm-suppress-wildcards, а другая – это jvm-wildcard. Здесь я про них не рассказал, потому что на одной из следующих встреч мы еще обсудим, в принципе, интероп Котлина с Java, потому что я разрабатываю SDK, и оно на Котлине. Но так как у нас есть клиенты на Java, там интероп с Java тоже нужно поддерживать. Поэтому я хочу все это выделить в отдельный доклад, в отдельное выступление, посмотреть, как что работает, какими средствами у нас достигается красивый интероп с Java, и всегда ли он достигается. И, соответственно, эти аннотации, они как раз к этой теме подходят. Поэтому я думаю, что в следующий раз на одной из наших встреч мы это все обсудим и договорим. Да, обязательно обсудим. Только сделаем некоторый перерыв, чтобы люди отдохнули от этой сложной темы. И интероп, я думаю, тоже будет одна из таких достаточно тяжелых для восприятия тем. Но, думаю, что интересно и кому-то даже очень актуально. Собственно говоря, да, все было, да, на этом все? Заканчиваем тему. Опять же, продублируй, пожалуйста, ссылки на чатик, чтобы ребята смогли ознакомиться. Собственно, ребят, спасибо всем большое и всем хорошего вечера. Спасибо.